Здравствуйте, друзья! Международный уголовный суд выдал ордер на арест Герасимовой Шойгу за обстрелы мирных граждан, жилых домов, детских садиков, школ, больниц и инфраструктуры. Вот что мне нравится в Шойгу. У него все идет строго по плану. План такой. Опозориться, облажаться, уйти в отставку и получить на свое имя международный ордер. Следующий пункт плана. Новый после Путина президент сдает Герасимову и Шойгу прямо в ГАГу в обмен на нормализацию отношений. Севастополь. Тепло. Лежишь, загораешь. И тут тебе на голову прилетают обломки ракеты. Губернатор Развожаев. Хвастается, что пострадавших отправят самолетом в Москву. Ну, потому что в Крыму ни врачей, ни медицины, ни больниц, ни лекарств, ничего нету. А если бы это случилось около Чикаго? Повезли бы ребенка в Вашингтон? Ответ нет. А у нас город один. Москва. В стране других городов нет, понимаете? Поэтому везут в город. Город называется Москва. Никаких остальных все замкадья. Это страна деградации, упадок несчастного, покидаемого людьми. Замкадья. Поэтому мы повезли в Москву. Так же, как из Петербурга везут в Москву. Так же, как из Владикавказа везут в Москву. Из Омска везут в Москву. Нет других городов в стране. Вы это понимаете? Объявление. Уважаемые пассажиры. Вас обслуживает участник СВО. В случае конфликтных ситуаций может быть излишний резок и вспыльчив. Просьба отнестись к этому с пониманием. Проще говоря, если он тебе ухо отрежет за то, что сдачи не было с крупной купюры. Просьба особо не сильно не обижаться. Позорище мирового масштаба. Предложение заключить контракт раздают тем, кто сидит пьет пиво на вокзале. Что 700-800 тысяч платит, я слышал. А куда делись те 500 тысяч, которые ушли на войну? Не, не слышал. В некоторых муниципалитетах предусмотрены и свои меры поддержки. На каждого ребенка единовременная выплата 20 тысяч. Также обеспечиваем путевки в лагеря детям. Детям путевка в трудовой лагерь. Бесплатно. Мотивация. Мотивация как раз та, что надо. Кандидаты, которые изъявили поступить в военслужб по контракту, но не могут доехать. Либо же просто находятся не в городе, где-то за городом. Мы предоставляем машину, как бы привозят, чтобы было комфортно. А назад? А назад тело тоже привозят? Или надо самым перевозчика искать? 80 тысяч рублей платить, чтобы матери назад привезли тело? Племянница Путина Цивилева раздает награды освободителям, которые уже никогда не смогут ходить. Приказа министра боролида и расположена подполковник. Да, ей весело и интересно. Оказывается, так легко промывать людям мозги, чтобы они отдавали за твоего дядю свои руки и ноги. И удостоверение вам. Еще раз благодарим. Присвоено очередное воинское звание капитан. Смотрит, как на хомяков в зоомагазине. Тоже, видимо, с головой все в порядке. Жалко оператор. Камеру ниже не опускает. Там есть что скрывать. О, вот теперь понятно, почему камера ниже пояса их не снимает. Все как на подбор. Всех освободили. Вот тебе, дружок, медалька и очередные погоны. Чтобы в магазине за водкой без очереди пропускали. Отцу двоих талантов, которые напали на храм в Дагестане, дали 10 суток за мелкое хулиганство. Ну а что? Его дети слово Навальный на асфальте ж не написали. Как все здесь красиво, сочно, чисто, очень приятно и безопасно. Очень покрашено. А что это у нас? Что за жесть? Почта России, город Буй. Костромская область. Прям в центре города. Это центр города. В загнивающей Европе при входе на почту можно сесть посидеть, выпить кофе, отдохнуть и получить удовольствие. В городе Буй Костромской области при входе на почту стоит табуретка для тех, кому надоело страдать. Очень светло. Скрепные стулья. Почта России. Досочка такая, м-м-м, наша приятная. Чуть-то ноги не переломал. Это центр города. Так поворачиваешься. И вот центральная площадь. Фонтан. Все дела. Братан, воздуха набери. Это Буча. Город Буча. 21 июня. Дома обычных украинцев. Которые хотели обычной жизни. Придворовые участки. У каждого есть вот такие вот счетчики на свет. У каждого домика. Машина. Вальсваген, опель. Все ухоженно. Все чистенько. Да, это не элитный район. Это обычный. Обычный район, где живут люди. Вот так вот живем. У вас так же? Не. Ты знаешь, у нас, конечно, не так же. Но зато вот таких огромных украинских флагов на домах. Таких нет даже у вас. Це яктивня. พ produkく, делах. Украина.